Сальвадора. И сейчас я предоставляю слово, его превосходительству, Юсефу Бин Абдулла, министр иностранных дел Омана. Пожалуйста, слово. Господин председатель, для меня огромное удовольствие в начале своего выступления тепло поприветствовать вас и вашу дружественную страну Данию в связи с вашим избранием на должность председателя 70-й сессии Генеральной Ассамблеи. Мы уверены, что ваш опыт на дипломатическом поприще положительно скажется на обеспечение успешного проведения этой сессии. Мы хотели бы заверить вас и делегации всех государств-членов в нашей готовности работать вместе с вами и со всеми делегациями, выполняя все те задачи, которые стоят перед нами. Прежде всего, поддержание международного мира безопасности и достижение устойчивого развития. Для нас также огромное удовольствие выразить слова благодарности вашему предшественнику, доктору Саму Кутеце, министру иностранных дел Дружественной Республики Уганда, в связи с его умелым руководством предыдущей сессии. Мне хотелось бы воспользоваться этой возможностью и отдать должное вновь Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, его превосходительству господину Пангимону, за его неустанные усилия, направленные на то, чтобы улучшить работу организации, для того, чтобы отвечать чаяниям всех государств-членов. Данная сессия совпадает с 70-й годовщиной создания Организации Объединенных Наций. Таким образом, предоставляется возможность возобновить нашу уверенность в международных действиях с помощью принятия положительных инициатив государственными членами, что внесет вклад в создание международного экономического порядка, который здесь ждется на справедливости для всех государств и наций. Господин председатель, в Оманском султанате мы восприняли мир и безопасность с момента возрождения Омана 23 июля 1970 года, поскольку мы считаем, что диалог является самым логическим фундаментом, благодаря которому можно решить и урегулировать любые конфликты. На протяжении истории Организации Объединенных Наций человечество стремилось к укреплению доверия на основе согласованных идей. Мы также считаем, что диалог является лучшим способом для урегулирования споров мирным образом, вместо того, чтобы пробегать к столкновениям и конфликтам. С этой точки зрения моя страна приветствовала соглашение, которое было выработано группой Пяти Плюс Один и Дружественной Исламской Республикой Иран по ядерной программе. Несмотря на тот факт, что для этого прорыва потребовалось огромное, значительное время и усилие, это тем не менее является моделью для урегулирования спорных и сложных вопросов между странами на основе диалога и переговоров, а также урегулирования международных интересов. Мы надеемся, что это историческое соглашение положительно отразится на региональном и международном мире безопасности и проложит путь к новой эпохе в истории отношений, основанной на сотрудничестве, взаимоважении и доверии. Господин председатель, поднятие флага государства Палестина в качестве наблюдателя при ООН, хотя это и является символическим жестом, напоминает нам о трагедии палестинского народа и о чаянии палестинского народа к осуществлению их законных прав. Мы призываем Палестину и Израиль вернуться к столу переговоров и приложить все усилия для того, чтобы претворить в жизнь видение, основанное на создании двух государств, которые будут сосуществовать, и добиться этого с помощью тех шагов, которые обеспечат соблюдение интересов обеих сторон, будут основаны на основных направлениях арабской мирной инициативы и соответствующих международных резолюциях. Мы также призываем ООН и страны, которые поощряют мирный процесс на Ближнем Востоке, прилагать больше усилий для того, чтобы выработать соглашение, направленное на урегулирование этого кризиса, а не просто управлять этим процессом. Моя страна также с большой обеспокоенностью следит за тем, как развивается кризис в Братской республике Йемену, что привело к ужасающей гуманитарной трагедии. Мы прекрасно понимаем, какие обстоятельства вызвали этот кризис. Мы по-прежнему считаем, что политические стороны в Йемене способны восстановить безопасность и стабильность. В этой связи мы глубоко обеспокоены в связи с продолжением насилия в Йемене и в связи с тем, что это позволило различным террористическим организациям, включая те, которые внесены в список организаций объединенных наций, использовать Йемен в качестве базы для своей террористической деятельности, что представляет серьезную угрозу для безопасности и стабильности в регионе. Мы призываем политические силы в Йемене поддержать усилия специального посланника генерального секретаря Исмаила Аудаль-Шейха Ахмеда, которые направлены на восстановление мира и стабильности в Йеменской республике и реализовать чаяние братского йеменского народа на защищенную и достойную жизнь. Моя сторона осуждает решительное нанесение удара по дипломатическим объектам и консульским объектам в столице Йемена, Мы призываем все стороны соблюдать положение международного права и воздерживаться от любых деяний, которые нарушают международные обязательства, в частности, те, которые закреплены в Венской конвенции по дипломатическим отношениям 1961 года, а также в Венской конвенции по консульским отношениям 1963 года. Господин председатель, в тот момент, когда сирийский кризис сейчас уже бушует пятый год, страдает сирийский народ, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома, подвергая свою жизнь опасности, на фоне беспрецедентных обстоятельств в современной истории мы призываем все стороны в Сирии, в соседних государствах поддержать миссию специального посланника генерального секретаря ООН, господина Стефана Деместуры, для того, чтобы восстановить безопасность и стабильность в этой братской стране. Это будет способствовать ликвидации терроризма, который смог закрепиться в Сирии, в настоящий момент представляет угрозу региональной международной безопасности. Моя страна вновь заявляет о своей твердой, бескомпромиссной позиции и осуждает терроризм во всех его проявлениях, независимо от того, чем бы он ни был мотивирован или вызван. Мы отдаем должное и высоко ценим все усилия, которые были предприняты региональными и международными организациями, а также направлены на то, чтобы облегчить гуманитарность страданий сирийского народа. Мы призываем их прилагать больше усилий для того, чтобы обеспечить защиту братскому сирийскому народу, дома и за границей. В этой связи нам хотелось бы подчеркнуть, что дальнейшее проведение гуманитарной программы, которая предлагается султанатам Аману, будет также помогать сирийским беженцам. Господин председатель, моя страна также подчеркивает важность сохранения универсальности режима ядерного нераспространения. Этого можно добиться только путем укрепления трех направлений, трех составляющих дня, в частности, ядерное разоружение, ядерное нераспространение и мирное использование атомной энергии. Господин председатель, в этом контексте мы призываем участников дня полностью выполнять обязательства, которые связаны с тем, чтобы прогласить ближневосточный регион, регионам свободным от ядерного оружия и выполнять положение резолюции 9... И также решение, принятое по итогам обзорной конференции дня 95-го года, что будет способствовать укреплению и укреплению авторитетности и универсального характера этого договора. Господин председатель, резолюция 255 Генассамблеев, в которой содержится декларация Тысячелетия, наметила очень важную, амбициозную международную программу, которая направлена на то, чтобы помогать странам быть на более высокий уровень экономического и социального развития. Однако в течение последних 20 лет различные лакуны, пробелы в глобальной экономике привезли, в том числе в речении безработицы, подорвали нашу способность многих стран выполнять цели развития Тысячелетия. В этой связи мы призываем международное сообщество поставить интересы экономики, торговли и окружающей среды в авангард тех важнейших насущных вопросов, которые мы должны решать, прежде всего, международная торговля, энергоносителями. Необходимо организовать международную торговлю в сфере энергоресурсов, особенно на фоне необходимости регулирования цен на нефтепродукты и сопутствующие продукты. Мы надеемся на то, что страны-участницы Парижской конференции по климату согласуют взвешенную международную программу, которая будет учитывать озабоченности и интересы развивающихся и развитых стран. В заключение, господин председатель, мне хотелось бы сказать, что нам брошены реальные вызовы, которые мы должны решительно преодолевать, для того, чтобы не допустить нанесения ущерба развитию, что очень важно для достижения цели развития тысячелетий. И поэтому мы считаем, что следующим этапом международных действий станет укрепление истинной концепции партнерства, общей судьбы между членами международного сообщества. И мы надеемся, что эта сессия Генеральной Ассамблеи увенчается успехом, и что цели, которые поставила перед собой Организация Объединенных Наций, будут достигнуты. Я благодарю министра Института.